Итак, всем привет! Меня зовут Игорь, я работаю в компании Rusonix. И сегодняшний наш доклад будет посвящен не столько серверам, не столько виртуализации, сколько средствам отдачи непосредственно самого трафика от нашей системы к нашим клиентам, то есть от сервера к клиенту, от клиента к серверу. То есть мы поговорим с вами о протоколе HTTP. Конечно же, сейчас у нас уже ни для кого не секрет, что по миру шагает протокол HTTP второй версии. Он значительно круче, он значительно быстрее. И уже многие компании, крупные компании начали его вводить. В принципе, есть тестовая поддержка многими браузерами. Но мы поговорим с вами о протоколе HTTP первой версии, версии 1.1, спрятанной за SSL, поскольку сейчас это является, по сути, нашим основным хлебом. А протокол HTTP V2 еще пока только развивается. И кто его знает, что он нам принесет? Плюсов или наоборот проблем добавит? Собственно, сами по себе технологии шифрования уже настолько плотно вошли в нашу жизнь, что в принципе мы их используем буквально каждый раз, используя тот или иной сайт в интернете. То есть что мы, как правило, используем? Какие-то поисковые системы, например, Google, например, мы используем ВКонтакте, какие-нибудь форумы, платежные системы, используем интернет-магазины. Как правило, вся механика использует шифрование. И здесь уже наш трафик двигается не просто по доступному на чтение протоколу HTTP, ничем не защищенному, доступному на чтение из нашей сети или из сети провайдера, а в принципе недоступен никому, только нам и только серверу, с которым мы работаем. Собственно, тут бы хотелось поговорить о небольшой хитрости. На самом деле… Так, вау. На самом деле хотелось бы перейти к тому, что из себя представляет SSL для обычного пользователя, то есть не для программиста, не для DevOps, не для системного администратора, а вот для того пользователя, который сидит дома, выбирает что-то на сайте, набирает какие-то сообщения своим друзьям. Мы можем увидеть что в браузере? Можем увидеть какие-то замочки, какие-то значки зеленые, красные, например, синие. И в принципе у нашего клиента это может вызвать какие-то эмоции. То есть зеленый будет ассоциироваться с чем-то действительно сильным. Ух ты, они туда еще и название прокинули. Какая круть. Синенький, ну что, тоже неплохо. Красный, с перечеркнутым масштабом ТПС. Ну что же, там, наверное, какая-то в принципе проблема. Но вот вы знаете, я вот вчера на этот сайт заходил, там все было круто, там был прикольный контент, прикольные картинки с котиками. Я туда, тем не менее, пойду и посмотрю, что там сегодня опубликовали. И то есть в этой части большая часть клиентов не придает значения безопасности. Поскольку сами по себе картинки такого рода, ну, никак не могут сказать о том, действительно ли опасен или безопасен тот или иной протокол, по которому мы работаем. Вот, например, сертификат безопасности не является доверенным. То есть мы взяли ошибку самоподписного сертификата. Видя данную ошибку, простой пользователь в лучшем случае найдет кнопочку продолжить все равно. Если же это ваши родители, то, скорее всего, они позвонят прямо к вам на работу и спросят. Сын, внук, а вот что мне нажать? Вот у меня вот такая вот выскочила плашечка. Плашечка, то есть продолжить или назад. Но, тем не менее, большинство все-таки выберет продолжить все равно. Но, однако, со временем такие ошибки, которые не дают работать нам с сайтом, формируют негативное мнение о том или ином сервисе, сайте и иногда даже браузере в пользу смены этого самого сервиса. Итак, хотелось бы обратиться к нашим слушателям. И вопрос следующий. Вы обращаете внимание на SSL-шифрование? Вы как-то удостоверяете, действительно ли оно стабильно, действительно его можно использовать, действительно ли оно безопасно в случае, если это самоподписной сертификат или это все-таки купленный сертификат? Ваши вопросы можно прислать к нам в Твиттер или в контакт с хэштегом Rusonix. Потом мы по ним постараемся дать ответы или какие-то комментарии, ну или составить какую-нибудь простую статистику. Собственно, сейчас мы перейдем к такому интересному разделу, как видим SSL-мы, разработчики, системные администраторы, девопсы, интеграторы. Собственно, я решил это изобразить таким образом. Я решил просто перечислить список безопасных и опасных алгоритмов шифрования и кэширования. Они вам, кстати, могут понадобиться. Они вполне себе актуальны. Они удовлетворяют требованиям как старенького CentOS 5-й версии, так и нового 7-го. То есть, в принципе, это тот список, который был писан на крови. Кстати, в конце нашей конференции я вам дам ссылочку на конфигурацию Nginx, которая вам позволит добиться А+, статуса вашего SSL-сертификата на вашем сайте. И, возможно, устранить множество проблем, если у вас такие есть. И если же вам до сих пор пока не удалось добиться такого статуса. Собственно, дальше мы перейдем к такому разделу. Мы попробуем подумать, чем же плохи или хороши. Плохие шифры для SSL и хорошие, безопасные. В данном случае плохие шифры. Вот как вы думаете, несмотря на то, что они плохие, слабые, в них были найдены уязвимости, такие как пудль атака, такие как драун атака, более того, уязвимости в протоколе SSL-V2 и уязвимости в протоколе SSL-V3. Как вы думаете, есть ли у этих сертификатов, у этих алгоритмов какие-то плюсы? За исключением того, что в них много дыр. Я вам объясню, почему плюсы именно. Потому что минусы нам известны. Но у этой стороны миндалей есть и свой плюс. Дело в том, что они очень старые. Многие из них появились очень давно и, в принципе, должны были быть сняты с использования еще в 97-м и 95-м году. Поэтому для этих алгоритмов мы можем иметь очень большую базу хардварного обеспечения и софтварных средств, стареньких, но которые вполне себе могут работать с этими сертификатами и с этими алгоритмами. Например, это касается Microsoft Internet Explorer 6. Да-да-да, я знаю, мы похоронили Ослика уже давно на самом деле, поэтому немножко проскочим, перейдем к нему дальше. Но этот плюс, скорее всего, явен не обычному обывателю, обычному пользователю сети интернет, а, скорее всего, разработчику, который работает с старым железом, с старым оборудованием. Например, работает с программаторами. Например, китайские программаторы, буквально лучший софт для их поддержки, он буквально существует только для Windows XP, больше нигде. Многие спектрометры и низкоуровневые анализаторы, которые используются в многих лабораториях, тоже используются на XP. Там же, где у нас используется наш браузер, Internet Explorer 8.6. И, собственно, как вы думаете, если вы программисты будете обновлять софтваре для этого ПО, вам же понадобятся эти шифры? Более чем, скорее всего. Ну, дальше мы к этому еще перейдем. Давайте потихонечку перейдем к следующему разделу. Хорошие шифры для SSL. В этом разделе, помимо того, что они в действительности классные, мощные, сильные, в них не найдено уязвимостей, хотя часть из них использует протокол SSL V3, но в цепочке TLS он абсолютно безопасен. Здесь бы я хотел поговорить о минусах. Кто увидит, какие минусы, пожалуйста, напишите их нам. Собственно, с тем же хэштегом. Хэштег Rusonics в Твиттере или во Вконтакте, например. Мы же видим один минус. Многие из них достаточно новые и могут просто не работать на ряде старого оборудования, старого программного обеспечения. Вот, например, эти алгоритмы абсолютно не поддерживают работу с шестой Java, хотя много оборудования, например, те же самые iDRAC на дуловых серверах, они все на шестой Java и лучше на ней все-таки работать или на седьмой. Но, тем не менее, они не поддерживают. У нас всегда будет ошибка. Ладно, мы пойдем с вами дальше. Собственно, так ли, собственно, опасны наши опасные шифры? Здесь нам стоит все-таки задуматься, где они у нас используются. Это полностью внутренняя архитектура, которая недоступна в публичный интернет. То есть это наш какой-то бэкнет, в котором мы работаем, в котором мы, в принципе, можем себе допустить работу таких шифров ради поддержания удобства работы с системой. Или же все-таки нам стоит даже в бэкнете всегда делать очень строгое подтверждение и использовать очень строгие алгоритмы шифрования для того, чтобы у нас все было стабильно и замечательно. Собственно, здесь, наверное, список минусов. Мои коллеги уже в предыдущих докладах их опубликовали. Да, опасные алгоритмы шифрования у нас архаичные. У нас возможен man-in-the-middle-attack практически всегда она возможна. У нас возможно чтение части оперативной памяти как компьютера-пользователя, так и сервера. Также возможно, в принципе, получение приватного ключа шифробезопасности третьей стороной и его дальнейшее использование для полномасштабной атаки. И, кстати, в дополнение к этому, не так давно, вы, наверное, все помните, вышла такая узвимость, как драун. Особенность ее в том, что если же у вас выписан сертификат, который содержит в себе несколько доменов, и если на каком-то из этих доменов у вас все-таки используются старенькие SSL V2, то у вас будут подвергаться уязвимости абсолютно все домены, поскольку можно скомпрометировать приватный ключ. Дело в том, что в реальности, насколько опасна эта уязвимость, мы узнали не так давно, буквально как вышла уязвимость, буквально на следующий день мы с коллегой решили, так, ну, нужно фиксить. И посмотрели, сколько же все-таки доменов у нас в наших сертификатах, и сколько из них внутренних, и сколько нужно отфиксить. И это было достаточно много внутренних сервисов, которые, в принципе, к конечным клиентам не имеют отношения, но, тем не менее, масштаб работ удивил, поразил. Собственно, принимая во внимание все указанные нами моменты, мы приходим к выводу, что использовать только строгую политику безопасности SSL, например, используя на сайте криптографии только со стойкими алгоритмами, мы можем ненароком обидеть наших динозавров. То есть старенькие Windows, старенькие компьютеры, там, я не знаю, может быть, андроиды, старенькие маки. Весь ряд устаревшей аппаратной прослойки, под которую не пишутся новые браузеры и не портируется новый код. Однако в этом есть свой момент. Я абсолютно солидарен с разработчиками и идейными вдохновителями сервисов, политика которых – поддержка приватности информации и безопасности обмена данными с пользователями. Однако все меняется, как только мы являемся средством, например, массовой информации или открытой общедоступной библиотекой или архивом. В данном случае, скорее всего, мы будем поддерживать идеологию доступности, максимальной доступности нашего ресурса. Мы прекрасно понимаем, что наш ресурс могут читать как старый браузер, так как разные старенькие устройства, и нам обязательно нужно донести информацию до наших клиентов. И здесь, скорее всего, если мы будем использовать OpenSSL, рано или поздно перед нами встанет дилемма. А включать ли в работу те самые алгоритмы, которые вызывают у нас ошибки, которые вызывают возможность пробития сервера буквально, или их не включать? Какие из этих алгоритмов будут оказывать минимальный вред и урон нам, в случае, если мы их будем использовать? И в данном конечном случае на моей практике был только один проект, который у нашего саппорта просил специально включить ему RC4, и специально включить ему экспорт, собственно, алгоритмы, которые позволили работать на старом железе. И то, наверное, война с саппортом была достаточно долгой, но все-таки решили пойти навстречу и дать эти алгоритмы клиенту. Ради бога, хотят или нет. Остальные же проекты, на самом деле, используя интернет, например, всякие публичные форумы, газеты и так далее, в настоящий момент не используют SSL. И я, наверное, считаю, что более чем скорее всего, не используют SSL именно по той причине, что слишком много аппаратных платформ могут отвалиться в процессе использования форсированного SSL, я подчеркну, именно форсированного, насильного. Собственно, ну стоп. С одной стороны, перед нами обязательно встанет необходимость, более чем скорее всего, избавиться от старого барахла. Ну и тут опять же мы вспоминаем, а барахло ли? Собственно, как я уже говорил, многие лаборатории используют старый софт, до сих пор используют старый софт, просто потому, точнее, старые программно-аппаратные средства, давайте объединим это все под такой термин, просто потому, что они удобны, просто потому, что под них написано много чего, просто потому, что это работает. И достаточно тяжело убедить пользователей лаборатории какой-то конкретной, которым тот же самый ПК необходим просто для снятия метрик с определенного контроллера, как-то обновиться на более новую ось, на более новые браузеры и так далее. Просто потому, что там будут новые сертификаты. Система и так, в принципе, закрыта. Но все-таки недавно у нас произошел довольно-таки себе интересный казус. Я вам расскажу, чем я занимаюсь в Rusonics. В Rusonics, если что, я занимаюсь администрированием виртуализации и построением системы, которая собирает конечные VPS клиентов в одно единое целое, то есть производит их и ниты, и выпусков в продакшн. Однако же иногда приходится углубляться и в саппорт, и в какие-то, можно так сказать, проблемы моих друзей, которые стали нашими клиентами, разбирать их необращения. И один мой знакомый, у которого как раз-таки и есть на обслуживании те самые несколько лабораторий, для которых он самостоятельно пишет софт и для своего софта держит кусочек репозитария у нас, возникла такая проблема. То есть представьте себе ситуацию. Четыре лаборатории, порядка 80 машин, старых машин, с буквально зомби-подобным программным обеспечением, и сервер. Все работало замечательно, все было отлично, то есть обновления качались, все было супер. И в какой-то момент, ну года два назад, когда стали появляться массово уязвимости OpenSSL, хотя они в принципе всегда появлялись, мой знакомый решил, обновлю-ка я себе OpenSSL, добавлю-ка я себе конфигурации, которые защитит меня от атак. Добавил, сделал его форсированным. Шло время, то есть какие-то новые компьютеры у них стартовали замечательно, то есть все качалось, обновлялось. Однако, произошел эксцесс. В двух лабораториях подготавливали отчетность по какой-то бактериологии, насколько я понял. И для отчетности им нужны были свежие метрики. А для того, чтобы их собрать и отправить в новом формате, нужно было обновить софтину. И эта софтина просто не обновилась, потому что они использовали старые браузеры. Дело в том, что наш саппорт сначала не мог понять, а что же такое, почему же у них ошибка, почему они массово пишут, пишут, жалуются, что происходит. Тикет в конечном итоге эскалировали ко мне. Мы зашли в журнал. И, собственно, когда я это увидел, увидел массовую атаку зомби старых, которые были актуальны 10 лет назад. Я просто своим глазам не поверил. Как правило, такое уже не приходится видеть. Более того, даже вспоминать. И это было достаточно забавно. Тем не менее, решением стало отключение SSL как такового для репозитория этого разработчика. Серега, кстати, привет тебе. Я думаю, ты извинишь, если я тебе так рассказал. Я думаю, мы за чашкой какого-нибудь вкусного напитка с тобой уладим этот вопрос. Что же дальше? Немножечко промотаем. Вот, кстати, хотел включить вот этот вот слайд, рассказывая про старое ПО. Если что, там мертвая рыба. Итак, для тех, кто до сих пор с нами, собственно, не удержусь от рекламы. Для всех участников нашей конференции, в принципе, для всех, кто видит это сообщение, видит это видео, можете использовать на нашем сайте russonics.ru при покупке SSL от GlobalSign сертификат SSL-ный. Используйте этот промокод. И, как обещал, ссылочка. Можете прямо сейчас по ней пройтись. Посмотрели ту конфигурацию, которую мы предлагаем. В ней перечислены все те алгоритмы, которые мы ранее с вами обсудили. То есть слабые и сильные. То есть сильные включены, слабые отключены. Конкретно на политике, почему мы отключили или включили тот или иной алгоритм, мы, наверное, не будем заостряться. Но, однако же, если вам интересно, пожалуйста, напишите это в хэштеге. Мы вам обязательно дадим какой-нибудь достаточно развернутый ответ с ссылочками на официальную документацию. Всем спасибо. У меня все. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, задайте их мне. Есть. Вот я рассуждаю, как владелец простого сайта, интернет-магазина. У меня вопрос. А зачем мне этот А+, зачем мне SSL, зачем мне А+. Я вот хочу узнать, какие прямо реально практические цели для меня. Чем мне чревато не использовать SSL вообще, и чем мне чревато не получать тот самый А+. На самом деле здесь есть две позиции. В принципе, интернет-магазин вполне себе сейчас может себе позволить работать без SSL-сертификата. За одним исключением платежная система и весь платежный драфт обязательно должен происходить через SSL. Это то единственное исключение. Однако же SSL, в принципе, для чего он нужен нам? Для того, чтобы поддержать безопасность клиента, спрятать все его данные, то есть обозначить абсолютно все данные. То есть он пришел к нам на сайт, он передал какие-то куки, как-то авторизовался, что-то положил в корзину, что-то купил, оформил покупку. Все эти данные мы считаем приватными и не можем допустить их передачи другой стороне. Также есть второй момент. В принципе, в ряде случаев такой метод, когда мы используем SSL, он работает для тяжелых сайтов значительно быстрее, поскольку, как правило, SSL работает в совокупе с ускорителями, которые позволяют формировать и уплотнять запросы, посылая их непоследовательно, а вместе кучно. Также касаемо А+, и с сайта sslabs.com. На самом деле никакой тайны здесь нет. Это достаточно субъективный тест, который проверяет на вашем сайте наличие каких-либо уязвимостей, уже известных, например, в OpenSSL, то есть в алгоритмах. Также проверяет компоновку вашего SSL-сертификата, насколько он хороший, свежий, то есть не истекший. И на основании этого выдает вам статус. А плюс, как правило, это отсутствие каких-либо мисконфигов, проблем на стороне сервера, отсутствие ошибок в конфигурации, собственно, которые гарантируют работу SSL без проблем на максимально большом количестве браузеров именно с сильными шифрами, которые позволяют системе действительно дать бой хакеру, который хочет вклиниться в сертификат и как-то отобрать данные нашего клиента. Причем баллы именно деградации этого статуса, они прямо открыто начисляются за мисконфиг, за наличие какой-либо угрозы, которая может повлиять на то, что у клиента, который работает с вами, может произойти какой-то эксцесс, либо у него что-то украдут. На самом деле навряд ли это, конечно же, произойдет, но поскольку тесты говорят о том, что удается вырвать часть ключа, у кого-то целиком целый ключ, у кого-то память почитать, а кому-то вообще мидом сделать, то нам стоит поэтому озаботиться о том, чтобы наш рейтинг был высоким, смотреть на него почаще, не в превратном смысле, конечно же. Я бы добавил, что прозвучал тезис, в принципе не обязательно SSL, я бы добавил, что обязательно SSL, это вопрос дискуссионный, потому что сейчас SSL это не только средство защиты, но те же поисковые системы, тот же Google говорит, мы сайты без SSL будем ранжировать ниже, то есть если у нас есть примерно одинаковые сайты, которые мы готовы показать в результатах поиска, у нас более ценным будет сайт, который работает по HTTPS, те же шаги делает примерный Яндекс, и это хлеб для любого интернет-магазина, они там до 60% интернет-трафика получают из поиска, соответственно, если их начнут ранжировать ниже, банально из-за того, что они не поставили себе SSL, это будет хуже, опять же прозвучал тезис, вот в докладе был, что почему SSL сайты себе там не ставят, чаще всего они не ставят, потому что просто в принципе не хотят этим заморачиваться, потому что ну вот сейчас появляются инициативы там типа Let's Encrypt, которые типа будут это все дело упрощать максимально, но сейчас получить SSL сертификат, это нужно его пойти купить, если ты сам хостинг администрируешь, его нужно пойти поставить, вот на этом пункте вот многих все это срубает просто на уровне, когда человек не понимает в чем его ценность, потому что когда им говоришь у вас будет более безопасно, он говорит ну меня никто не ломает, я маленький интернет-магазин, кому я нужен, а когда им говоришь, что вы получите меньше трафика из интернет-магазина, тут уже срабатывает, к вам придет там не 10 тысяч посетителей, а 5, это работает, более наверное экзотические вещи, но тем не менее я думаю, что мы с ними будем сталкиваться все чаще и чаще, например, очень активно развиваются реал-тайм коммуникации, те же самые очень во многом через WebRTC, которые активно продвигаются гуглом, ну и в общем куча уже других компаний, а Chrome в одном из последних обновлений заранее предупреждали, сказали, у нас WebRTC не по HTTPS, работы не будет, все, куча клиентов, у которых там Chrome сейчас уже давным-давно у всех обновляется автоматически, они в какой-то момент столкнулись с тем, что их привычный инструмент на их привычном сайте работать перестал, сайт ничего не менял, их браузер обновился сам, все сломалось, то есть SSL в общем нужен и чем дальше, тем серьезнее, наверное, будет нужен. Ну, я готов прокомментировать наверное каждое замечание, что касается ранжирования, пункт первый, на самом деле Google сказал, что он будет в ранжировании отмечать сайты, использующие SSL чуть выше, дело в том, что в ранжировании сайты учитываются не только в SSL, там более двухсот метрик и параметров, которые выстраивают ранжирование. Я сказал, что если они более-менее похожи, если единственное, что их будет отличать SSL, то сайт SSL будет выше. Да, и в настоящий момент эта политика проходит достаточно мягко, на самом деле очень многие испугались, что сейчас мой сайт пропадет из поиска, ваш сайт не пропадет из поиска, процесс глобального обновления на использование всеми SSL, SSL и шифрование, он достаточно долгий, он достаточно громоздкий, то есть нужно учесть очень многое, и поэтому компании-гиганты, я так полагаю, прекрасно это понимают, и поэтому не вводят это очень резко, можно сказать, в один момент, или вот все, через неделю мы отключаем, через месяц, через год мы точно отключаем вам ранжирование, и все, делайте, что хотите. я думаю, сайты, у которых грамотно подготовленная SEO, которая позволяет им продвигаться вверх по позициям Яндекса, Гугла, они много не потеряют изначально, но обязательно, я с вами согласен, обязательно наступит тот момент, уже достаточно, наверное, скоро, когда очень многим все-таки придется подключить SSL, поскольку, да, это стандарт, что касается так, 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 про WebRTC, например, про WebRTC, вот, к сожалению, не прокомментирую, здесь все зависит от конкретного провайдера, дело в том, что есть провайдер услуги, у которого есть заявленная услуга, и есть определенные системные требования к этой услуге, которые нужно соблюсти, и я так полагаю, если клиент, в принципе, не соблюдает эти системные требования, то в любом случае работать не будет, или если будет работать неправильно, то жаловаться будет не на что, вы не соблюлись системные требования, пожалуйста, обновитесь до нужной версии, включите нужные компоненты, и все будет замечательно. Это я понимаю, но тут уже появляется вот такая двусторонняя история, то есть есть владелец сайта ресурс, есть владелец браузера, ну, клиент, и владелец сайта может считать, что, ну, у меня же ничего не меняется в конфигурации, соответственно, системные требования не меняются, и все должно продолжать работать. В какой-то момент обнаруживает, что там часть аудитории он потерял, просто потому, что изменились требования в браузере, которые он уже не контролирует, и он должен уже отслеживать и эти характеристики. Теоретически, да. Ну, еще один вопрос, именно вот про все как раз старые алгоритмы, есть какой-то более-менее, ну, понятный владельцу, опять же, тех же там сайтов, магазинов, критерий, когда им стоит отказываться от старых каких-то алгоритмов, а когда не стоит, потому что, ну, история про различные старые браузеры, контроллеры, джаву, она такая более специфичная, и тут, в общем, полностью на усмотрение клиента. А вот для обычного среднего интернет-магазина. Для обычного среднего интернет-магазина есть такой критерий, как массовый пользователь или статистическое большинство, которое приходит к нему на сайт, в принципе, эту статистику подготавливает больше маркетолог, чем системный администратор или программист или деб-вопс. И, как бы, есть много статистики, кто какими браузерами пользуется, в каких возрастных группах, категориях, какими мобильными телефонами, например, пользуется и так далее. Исходя из этой статистики, уже формируется какое-то дальнейшее ТЗ, в котором учитывается, что мы будем использовать, что мы будем включать. Вот мы начали про ssllab.com. Между прочим, когда мы тестируем там наше SSL-соединение, у нас есть точная статистика, какие браузеры, какие протоколы браузеров у нас поддерживаются, а какие браузеры у нас вылетают. И вот в списке, который я вам предложил использовать для своих сайтов, у кого не получилось все-таки А плюсы или А статус получить, я вам гарантирую, что не будут работать только старая Java, только шестой и восьмой интернет-эксплорер. Все остальные браузеры довольно-таки активно проверяются, чекают самими разработчиками SSL-lab, то есть они туда довольно-таки часто добавляются. Один даже браузер мой знакомый туда добавил, написал им, попросил, было бы круто тест заделать. И они добавили, то есть в принципе ребята отзывчивые. Я могу по одному из наших собственных проектов сказать, мы иногда так пытаемся защитить пользователей старых браузеров, тот же SSL-labs когда показывают, что вот не будут работать эти браузеры, мы начинаем рассуждать, можем мы ими пожертвовать или не можем, а иногда проще немножко вообще чуть выше посмотреть на ситуацию, понять, что в этих старых браузерах там половина JavaScript на сайте, который сейчас повсеместно везде используется и просто не будет, поэтому если мы уже пожертвуем, что у них уже основной весь функционал сломался и не работает, уже не важно, что мы их там потеряем на SSL-е. Да, абсолютно верно.